Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и ценители хорошей музыки, всем грандиозный миломанский привет. Как вы могли заметить, на момент записи этого видео, елочку мы еще не поставили, но подготовка к празднику идет, так же как и работа над видео о музыкальных событиях 1981 года. Правда, до финала еще, как до Китая, не самые удобные позиции. Еще начал готовить ролик о новых изданиях декабря уходящего года, так что дел много, а это видео после монтажа и борьбы с авторскими прывами должно выйти как раз под самый Новый год. А посему, всех поздравляю, шампанское я не пью, а вот более крепкие напитки могу себе позволить. Ваше здоровье, дорогие мои. Всех с наступающим, всем здоровья, добра, мира и, конечно, хорошей музыки. Конечно, хочу выразить огромную и искреннюю благодарность всем зрителям и подписчикам, которые принимают участие в жизни и развитии канала. Вся необходимая информация для тех, кто желает присоединиться в описании к этому видео. А вот теперь очередное видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции под порядковым номером 70. 28 сентября 2018 года Blood Red Roses, 30-й, можно сказать, юбилейный студийный альбом Рода Стюарта. Поглядываясь назад, Род Стюарт впервые занял первое место в хит-параде в Великобритании со своим третьим студийным альбомом Every Picture Tells A Story в 71-м году. И вот 47 лет спустя его альбом снова занял первое место. Только включаешь этот альбом Рода Стюарта, поначалу не очень понимаешь, что это. Род Стюарт окунулся в пучину современной танцевальной музыки. С другой стороны, ничего удивительного. В разные эпохи он всегда находился в тренде, и то, что уважаемый музыкант опять пытается попасть в струю, нет ничего удивительного. Но постепенно альбом становится все теплее и теплее, а музыка все роднее и понятнее. После прослушивания понимаешь, насколько альбом на самом деле хорош и разнообразен. И это все тот же старый добрый и так хорошо знакомый Род Стюарт. Тут есть откровенно танцевальные номера, но они совсем не раздражают, и не кажутся какими-то пустыми или бездуховными. Вполне нормальные и хорошие песни с мелодиями и огоньком, естественные, ритмичные, заводные и нисколько не натянутые. Мы же помним, что именно Род Стюарт когда-то записал один из самых известных диско-гимнов. Дуэк Сэн Кам Сэкси свернул в сторону от рок-музыки. Скептики могут сказать, что тогда музыкант был моложе, и это выглядело более естественно. Но я возражу. Разве вокал, подача материала, музыкальность самого Рода Стюарта склонна к моральному устарению? Или сам он постарел? По годам – да, по музыке – нет. В моем представлении музыка меняется, а Род Стюарт меняется вместе с ней, при этом остываясь прежним. Альбом прямо заряжен позитивом, и на протяжении всей пластинки намешано множество самых разных стилей и направлений, как будто это попытка угодить всем. И должен сказать, это получается. Здесь есть откровенные воспоминания на тему классического диска 70-х, soul-rock, словно из середины 60-х, и весьма оригинальный кавер на блюзовую Roland & Thumblin. Это вообще некая вишенка на торте. Тюарт не был бы самим собой, если бы не сделал несколько проникновенных лирических баллад. Как обычно, очень красивых и пробирающих до мурашек, особо сентиментальных. Так что слабых песен на этой пластинке я не нашел. Альбом простой, естественный, настоящий и разнообразный. Здесь нет смысла выискивать какие-то глубины или двойные смыслы. Эта музыка сделана строго для того, чтобы просто получать удовольствие. И это получилось в полный мир. Лестер Янг, Рой Эрдриш и Гарри Эдисон «Лаффин ту кип, Ром и Крайв». Студийный альбом Лестера Янга 1958 года с участием трубачей Гарри Свитца Эдисона и Роя Эрдриш. Есть такие альбомы, ценность которых определяется не только представленной на них музыкой, но и некой особой энергетикой, присущей самым знаковым пластинкам. «Лаффин ту кип, Ром и Крайв» – яркий тому пример. Этот альбом – одна из последних студийных сессий саксофониста Лестера Янга. Одного из основоположников современного джаза и непревзойденного мастера стиля. Чи соло отличаются необычной красотой и изячеством. Во время записи Лестер Янг уже плохо себя чувствовал, и страдал от депрессии, однако, несмотря на физическую и душевную истощенность, исполнил проникновенную музыку, наполненную подлинной поэзией. Вместе с ним работали два музыканта, которые, как и он сам, сотрудничали с певицей Билли Холлиной, трубачей Рой Эдридж и Гарри Свитой Эдисон, а также ритм-секция, гитарист Херб Эллис и пианист Хэнк Джонс. И название альбома говорит само за себя. Смейтесь, чтобы не плакать. Этот альбом обязателен для любого коллекционера джаза из-за его исторической значимости, таланта задействованных музыкантов и качества музыки на альбоме. В музыкальном плане есть еще одна важная причина для того, чтобы особенно выделить эту пластинку. Дело в том, что это одна из немногих записей, где можно услышать Лестера Янга, играющего на кларнете. Это, несомненно, запись большого исторического значения. В ней представлены одни из самых захватывающих и динамичных джазовых исполнений той эпохи. За последнее время Мэтью, Беллами и компанией, для тех, кто не понял, речь идет о группе Мьюз. Удалось занять почетное первое место в списке самых пафосных групп всех ремонтно-народов. До уровня Квин они, конечно, не доберутся, но тем не менее. Интересно, что выход этого альбома, в Simulation Theory, состоялся в то же время, когда у проката вышла богемская рапсодия. Вот этот факт наводят на некоторые мысли. Скорее всего, получилось случайно, а может, я и не прав. На мой взгляд, Мьюз – единственные реальные последователи Квин в плане намерений. А намерения ни много ни мало выражаются в попытках заявить, что мы лучше. Но, как известно, у Квин это получилось более чем, и вряд ли кто-то сможет лучше. Но Мьюз пытаются, и это достойные попытки. Альбом Мьюз состоялся 9 ноября 2018 года. Для каждой песни альбома сняли свой клип, где можно найти отсылки к культовым фильмам. «Назад в будущее», «Охотники за привидениями», «Гремлины», а также к легендарному клипу «Триллер» Майкла Джексона. Не поскупились и на отсылку для самых верных фанатов. В клипе на песню «Прэша» Мьюз выступает под названием «Рокет Бэйби Доллз». Именно так называлась группа на заре карьеры. Музыкальные амбиции Мьюз никогда не ограничивались одним жанром. Для работы над песнями с этого альбома группа приглашала самых разных продюсеров в зависимости от видения трека. Например, одну из песен спродюсировал американский рэпер Тимбалэнд. Также с группой поработал двукратный обладатель Гремми Шелбек. Мьюз нашли в себе силы записать несколько интересно звучащих треков. И вообще, Simulation Theory выделяется на фоне всей дискографии трио каким-то особенно лихим настроем. Мьюз в стиле независимо от моды. Они сделали альбом с претензией на будущее. Без каких-либо сомнений. Мьюз – это настоящий пример коллектива, который может и хочет развивать свое творчество. Творческий поиск необходим для развития артиста. И Мьюз, как никто другой, идут по этому непростому пути. Да, бывают неудачные решения. И на этом альбоме они тоже есть. Но в моем представлении это далеко не лучший альбом группы. Но здесь же бывают и совершенно изумительные находки. И Simulation Theory является тому убытительным подтверждением. Каждый найдет в этом альбоме то, что придется по вкусу именно ему. Группа в очередной раз доказала, что они никогда не боятся экспериментировать с жанрами и звучанием. Новыми технологиями и темами. Simulation Theory – это смесь электронной музыки, классического рок-звучания и попсияния в одном флагоне. Это интересный альбом, в котором хочется покопаться. И это весьма занимательная пластинка, которой обязательно нужно уделить время. Субтитры создавал DimaTorzok И когда Bad Company выпустили Desolation Angels, стало очевидно, что даже Пол Роджерс и Мик Райпс устали от своего конвейерного рок-н-ролла в стиле 70-х. Поэтому они решили добавить клавишные и немного второстепенной работы со струнами к основной массе треков. Эта смена музыкальных декораций была не самым большим глотком свежего воздуха. И этого самого глотка не хватило, чтобы придать Desolation Angels ту глубину и неповторимость, которые были задуманы. И только вокальная страсть рок-н-ролл фэнтези действительно вышла на первую миссию. Явные хиты. Стандартные, но тем не менее энергичные заводной блюзрок. Проникновенно звучит медленно early in the morning, почти полностью спетое Полом Роджерсом в нижнем регистре. Симпатичная шибринг-милау, украшенная мягкими переливами гитары и женским бэт-вокалом. Полуакустические вещи Crazy Sorcus и Take the Time. Просто приятные середнячки, а вот ударная лонгая фо-милау впечатляет вокальной партии. Пола Роджерс вопит в совершенно несвойственной для себя манере. Я даже вспомнил Брайана Джонсона из ACDC. Не исключено, что это самый агрессивный номер в карьере Пола Роджерса. В итоге альбом наглядно показал, что даже среди растущей волны молодых пан-групп и исполнителей новой волны по-прежнему существовал высокий спрос на фирменное звучание Bad Company. Isolation Angels еще одно платиновое детище Bad Company. Предпоследний диск, записанный группой в оригинальном составе. Sometimes I get a feeling deep in my soul Стиви Рей Вон, The Fire Meets The Fury, Live Radio Broadcast. Эти радиопередачи в прямом эфире от 28 ноября 1989 года в Тиндле, Колесеем, в Левокерке, Нью-Мексико и шоу следующего вечера на Мак-Николс-арене в Денвере, штат Колорадо, были последними двумя остановками в туре Стиви Рей Вона, The Fire Meets The Fury с Джеффом Бэком. Это были последние записанные концерты в короткой карьере замечательного музыканта, которые состоялись всего за 8 месяцев до его смерти. В начале этот диск транслировался на канале King Biscuit Flower Hour и был выпущен бутликом вскоре после трансляции под названием Last Forever. А позже появилась виниловая версия этого шоу с ограниченным тиражом. Поскольку музыка на этом диске изначально транслировалась на FM-радио, качество звука отличное. Поклонники Стива Рей Вона наверняка оценят эту запись, поскольку здесь он звучит, как всегда, великолепно. Этот тур показал обновленного и заряженного энергии человека, который недавно избавился от вредных зависимостей. И он сам рассказал о том, как он рад, что все еще стоит на ногах во время 12-минутной версии Life Without You. Другой продолжительный джем на этом диске более чем 11-минутная версия Вуду Чан, которая закрывает эту пластину. Совершенно излюбительная пластинка. Дело не только в том, что я страстный поклонник Стива Рей Вона. Это на самом деле совершенно бесподобная, убойная, практически идеальная запись живого выступления гениального мужа. И смотря на то, что Стива Рей Вон погиб в возрасте 35 лет в 90-м году, он до сих пор остается самым влиятельным гитаристом современного блюза. В истории любого музыкального жанра время от времени случается феномен. Появляется личность, расширяющая возможности своего инструмента, открывающая его новые возможности публике заново. Такие личности не являются новаторами или революционерами. Они просто виртуозы, они просто гении, хотя дело не только в совершенстве владения инструментом. Они просто уникальные исполнители, штучные исполнители, обладающие потрясающей энергией. Таким был Стивер Рей Вон для блюза. 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 всего трех лет подарили первую гитару показали как играть на необычным способом но он обнаружил что ему удобнее играть по-другому и таким образом наткнулся на совершенно уникальный стиль и технику играть на инструменте держа его на коленях результатом стало взрывное звучание которое журнал guitar player описал как поразительно плавные изгибы и вибрата а также уникальную динамику не слышенную не до плюсовом клубе торонто альбертс холл восемьдесят пятом году вот тогда 19-летнего джеффа хилле уже немного известного канаде обнаружил никто иной как стиве рейвон несколько лет спустя сам стиве рей провозгласил джеффа хилле лучшим гитаристом в мире зажигательный озорной чувственные светлые вот такой этот альбом связывает подобная музыка не смогла пройти незамеченный а сам же в хилле был номинирован вместе с карлосом сантаны на звание лучшего инструменталиста а восемьдесят девятом году произошло еще одно заметное событие в жизни группы участие в съемках и создании саундтрека фильму дому дороги главного героя фильма сыграл патрик швейзи а музыканты исполнили роли самих себя то есть группу играющую по ночам в клубе сомнительный публика джи топ он содержит как оригинальные номера так и несколько великолепных каверов блюзовых хитов среди которых блуджилблуз джи топ и один из мельчайших блюзовых инструменталов всех времен хайдовой ради кинг а самое главное захватывающая дух виртуозность джеффа хилле и его богатый вокал это одновременно потрясающе и безупречно альбом можно слушать бесконечно гитара джеффа хилле просто завораживает настолько ярко и импровизационная что встреча с ней становится эмоциональной бомбой ему было дано благословение свыше и слушатель тоже попадает лучи этого света исходящего от артиста и многие выдающиеся музыканты были совсем не проще казаться в этих лучах таланта и вечного озарения девица энбер доктор джон маркус миллер амар хаким джордж харрисон почитали за честь играть вместе джеппом хилле и по всему выходит что вам не обязательно уметь видеть чтобы увидеть а на сегодня все всем добра и всем спасибо за просмотр и еще раз с новым годом